Здравствуйте. Правительство Российской Федерации приняло ряд решений о приватизации государственной собственности, но самая громкая такая сделка, которая может состояться, никто не говорит, что она состоится завтра, но может состояться, это продажа 19,5% акций Роснефти. Вот чем было вызвано такое решение, мы сегодня говорим с генеральным директором Института экономических стратегий Александром Магеевым, он гость нашей студии. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. Роснефть – крупнейшая российская компания, нефтяная компания, нефтегазодобывающая компания. Государство владело 69,5% акций этой компании. При продаже такого крупного пакета у государства остается 50% плюс одна акция. Насколько обоснован экономически или политически, или тут целый комплекс всяких разных интересов, вот такое решение правительства о приватизации? – Очевидно, об этом лучше спросить правительству, потому что программа приватизации, которая принята на ближайшие годы, она не прошла достаточно полного обсуждения в обществе и в экспертном сообществе в частности. Что такое продажа такого существенного пакета Роснефти? О чем она говорит? – Денег нет в бюджете. – Да, это вот такой аргумент, который выставлен на поверхности. Мне кажется, бюджет серьезно пополняется одними играми с курсом рубля. Это существенно превысит, мне кажется, доходы от этих процентов. Какая капитализация сейчас Роснефти? – По оценкам Блумберга, там, по-моему, что-то в районе 50 миллиардов долларов на середину 2014 года. – Какой объем поставок у нас нефти ежегодный? – Не могу сейчас вам ответить. – Он больше, чем 50. То есть получается, что капитализация Роснефти у нас в разы меньше, чем объем поставок. Это экономический абсурд, это нонсенс. – Соответственно, получается, что будет продана эта часть акций за сумму, которая составляет, условно говоря, пару месяцев или месяц, два-три, в лучшем случае, экспорта нефти годового. – Это абсурдно. – Во-вторых, какой опыт предыдущих таких продаж, на самом деле, мы ощутили серьезное пополнение бюджета благодаря приватизации? – Мне кажется, будет трудно припомнить подобную вещь, потому что стоит за этим второй мотив, подобная приватизация, он вполне официальный и сформулированный – улучшение управляемости компаний. – Ведь зачем нужно было, например, приватизировать, точнее, акционировать Росатом, например? – Ну, для того, чтобы создать систему управления, которая не была бы такой административной, жесткой, архической и так далее, и так далее. – И предполагается, что у заинтересованных сторон, у акционеров больше возможности вмешиваться в эффективность менеджмента, ее повышать, соответственно. – Аргументы о достаточно притоке бюджетных средств здесь как-то тоже не просматриваются. – Поэтому я бы, будучи склонным к решениям не черно-белым и к интерпретации не черно-белым, в данном случае дал бы однозначную оценку, что мне не кажется подобный шаг уместен ни во времени, ни в пространстве, ни по смыслу, ни по сути. Почему? Мне кажется, за подобной дискуссией, за подобными чуть-чуть даже лихорадочными решениями приватизировать еще некоторое количество сотен либо госпакетов, либо вгупов, например, стоит какая-то линия, даже если угодно некая парадигма, которая исходит из посылки, будто бы приватизированной, всегда эффективнее. Эта посылка не подтверждается никакой современной наукой, в том числе и новейший нобелевский лауреат в области экономики, Тироль, он специально занимался этой проблематикой, где показал, что это совершенно разные истории. Эффективность, доходы бюджета, управляемость, абсолютно разный сюжет. Есть такой эффект, который называется возврат унесенного ветром. Поясните, пожалуйста. История восходит к тому периоду, когда железная леди Маргарет Тэтчер провела приватизацию. В это же время была регономика, это вторая половина 80-х годов, если помним, лучший друг Маргарет Тэтчер, Михаил Горбачев и так далее. И вот тогда шахтеры, угольный сектор, энергетика, все это стало объектом приватизации, обосновывающимся одним аргументом, что этот сектор неэффективен, убыточен, и поэтому нужно дать его частные руки, и частные руки потом займутся, эти все авгивы, конюшни расчистят, и будет порядок и так далее. Все прекрасно понимали тогда издержки этого явления, прежде всего рост безработицы, то есть реально сделать эффективными эти производства, можно было либо их закрыв, либо оптимизировав, но в любом случае это увеличение количества безработных от увольнения. И вот в нашем сознании, в том числе экспертном и массовом, эти все приватизационные триумфы, они как-то остались в памяти как триумфы. И мало кто заметил, что уже в 90-е годы началась дискуссия в политических и экспертных кругах Великобритании, которые коснулись вот всей этой ситуации. Что было выяснено? Было выяснено, что да, эти приватизационные торги, конкурсы прошли законно, то есть никто закон не нарушал. Но выяснилось также, что они прошли нерыночным образом. Это означало, что были созданы барьеры для доступа в те конкурсы других возможных инвесторов. То есть не была создана ситуация конкурентности предложения по покупке и приватизации этих активов. Это серьезный упрек. На самом деле в нашей культуре мы вообще считаем, что это норма этой жизни. И более того, даже думаем, что это норма рыночной жизни. Это неверно. Я не давлю на больную мозоль, говоря о том, что практически редко какие наши приватизационные конкурсы проходили рыночно, а очень многие даже проходили и незаконно. А именно опирались на конкурсы, на аукционные всевозможные конкурсы в форматах почти секретных решений. Это тоже мы помним. То есть в этом плане нарушение у нас было не только правил рынка, но и закона. Это другая история. В Великобритании прошли очень точные расчеты, и было показано, какая доля доходов, полученных новыми собственниками, приватизирующими это государственное имущество, является несправедливой. То есть полученные неправильно, неправедно. И были созданы механизмы четкие, рыночные, корректные, законные. Возврата этой несправедливо нажатой собственности, точнее говоря, доходов от этой собственности. То есть деприватизация. Это не была деприватизация, это был возврат избыточного дохода, так скажем, который не является следствием предпринимательского таланта. Это же разные вещи. Одно дело рента, другое дело, скажем, предпринимательское искусство, и третье — это получение дохода от использования актива на основе незаконных или нерыночных способов. Это вот все разные вещи, и законодательство британское все эти нюансы очень хорошо просвечивает. Эта тематика также изучалась Жаном Тиролем, соответственно. Он это уже поставил, где эффективен рынок, где эффективны государства. Поэтому без этого контекста, как видите, он не только контекст теоретический, но и контекст, причем теоретически признанный высшим авторитетом в экономической науке. Это Нобелевская премия в области экономики. А также еще и практического опыта, потому что аналогичные истории имели место и во Франции, и в США, в частности. Я не говорю о странах других, соответственно. То есть приватизация и национализация, а также между ними находящиеся решения — это очень тонкая сфера. Есть, опять же, отдельная тема, то, что называется общественное достояние. Вот это, когда спром у нас национальное сокровище, достояние, а также и Роснефть — это национальное достояние сокровища. Ставить вопрос о приватизации любого процента акций, хоть даже одной акции, и обосновывать это только лишь бюджетными доходами — это, если хотите, профанация. Это реально одурачивание всего общества, в том числе и политического. Я не говорю, что в этом есть злой умысел. Это не моя тема и не моя специализация. Я лишь говорю о том, что это решение опирается на очень слабые теоретические аргументы и иные правовые, нормативные и прочие вещи. Возводить это только к тому, что мы должны это приватизировать, зачем-то. Это абсолютно не важно. И касается не только Роснефти. Потому что сейчас сотни предприятий находятся в этом реестре. Идет очень серьезный спор, согласование, обосключение, включение в этот список предприятий, которые подлежат приватизации. Это предмет закулисной и очень активной политической прибыли. Вы можете задать вопрос, собственно, а в чем же тогда дело? Что из этого следует? Мне кажется, из этого следует, на самом деле, как минимум, два серьезных вызова для нашей теории и практики. Вызов первый. Он связан вообще с ситуацией геополитической и геоэкономической, в которой оказалась Россия. Мы можем говорить о санкциях. И по итогам этого разговора, любого, придем к тому, что санкции всерьез и надолго. И главное их назначение – это лишить нас понимания вектора развития. Потому что если мы будем всерьез и надолго надеяться, что эти санкции либо не ведут, либо ведут не там, где нам было бы самое неуютное место, либо их отменят, и эти надежды будут греть очень многих долго, на самом деле, то мы будем терять время. Потому что второй момент, который стоит на кону, это момент, связанный с моделью нашего развития. Вот здесь как раз начинаются разговоры мобилизации и прочее, прочее. На самом деле, это тоже часто общая формула, и не всегда в дискуссиях обнаруживается реальная суть, реальная проблема. То есть сам контекст говорит о том, что нам необходимо реально совершить технологический прорыв. Он движется, этот вызов, пружина этого вызова в падении цен на рынке энергоносителей, и в том, что бюджет, понятно, будет недополучать. Это означает, что под угрозу ставится вся и социальная программа, и многие другие, так сказать, расходы, запланированные, в том числе и в области обороноспособности. И вот те мудреные слова, как диверсификация, собственно говоря, они становятся уже предметом политической необходимости. Но это ведь означает, что в стране нужно пробудить два момента, мощную инициативу, чтобы у нас нашлись другие источники. Ведь есть масса стран, у которых нет этого блага, нефти и газа, леса, воды и многого другого, на самом деле. Но эти страны способны процветать. То есть в этом плане то самое слезание с иглы. Не сломать иглы. То есть в этом плане нужно сбежать от любого уничижения сырьевого сектора. Он является основой нашей жизни, всех абсолютно. Но в любом случае большей широты источников нашего развития, источников доходов, источников бюджета, в конце концов, этот вопрос. И второй существенный импульс для этой дискуссии, собственно говоря, а если завтра война, то за что будут воевать российские граждане? За Родину. Если у этой Родины есть такие национальные достояния, как Газпром, мы можем ли услышать фразу «За Родину, за Газпром»? Среди сотрудников Газпрома это можно услышать. И более того, наверное, в случае с Газпромом мы можем так допустить. Потому что не только эти естественные монополии являются народным достоянием. На самом деле их круг гораздо больше. Он и включает в себя телекоммуникацию существенную, и связь космическую, и дороги, например, железные. То есть этот список длинен на самом деле. Мы обнаружим, что фактически за Родину, за Березу, за дом, за детей и так далее, это существенная вещь. Ведь за что воевала всегда Россия, если так случалось, когда нападал на нее агрессор? Действительно, за Родину. А вот что внутри этой Родины творится? Мы имеем моделирование, это жесточайшее трагическое моделирование этих процессов на Юго-Востоке. Мы видим, что там лозунги протеста против коррупции, бюрократии, режима Януковича, на самом деле, они соседствовали, переплетались с лозунгами борьбы за социальную справедливость. Более того, социальная справедливость – это главный движитель всех возмущений народов в последние годы. В оценках глобальных рисков, которые ежегодно делает в Давосе Всемирный экономический форум, именно эта проблема, социальная несправедливость, является самым страшным вызовом. И поэтому, что здесь, никто не может лукавить, никто не скажет, что мы достигли состояния социальной справедливости. Например, когда в Швейцарии этот вопрос возник, и на очередном, уже там более 150-й раз проводятся референдумы, был вопрос поставлен, а что справедливо в обществе, например, в отношении имущества, в отношении оплаты труда? И остался такой вопрос, что допустимо соотношение не более чем в 40 раз между самым высокоплачиваемым и самым низкоплачиваемым швейцарцем. Но у нас, к сожалению… Как вы знаете, у нас цифры здесь с большими нулями, и они даже в официальных цифрах измеряются десятками тысяч раз. Второй вопрос, который вставили швейцарские граждане, был о том, каковы возможны различия по секторам. Скажем, насколько больше может получать президент банка по сравнению с президентом страны, например. И там соотношение двигалось четыре. И, наконец, третий был критерий о том, что если своей деятельностью организация, корпорации, кто угодно, приносит вред природе, то никаких бонусов не положено. Вот четкое швейцарское понимание. Истинно разное сказать, что в таких цифрах не прошел эльфирен, то есть не поддержали эти вещи. Но сам ориентир он примерно задает. По всем этим позициям обнаружим чудовищную ситуацию у нас в России. Каким образом эту ситуацию исправляет приватизация 19% Роснефти? Никаким. Идем дальше. То есть, извините, Александр, сейчас перебью. Приватизация 19,5% акций Роснефти, приватизация в ГУП, приватизация еще каких-то госпакетов. Эти деньги, они разве не могут быть или не должны быть направлены на модернизацию, диверсификацию, на слезание, не ломание, а слезание с этой иглы? Ведь это на самом деле речь идет о колоссальных деньгах. Это десятки и сотни миллиардов долларов. Кто станет приобретателем этих 19%? Какая инвестиционная программа будет зафондирована этими 19%? В пояснительной записке к этому постановлению правительства сказано, что, во-первых, это не нужно делать прямо завтра. Во-вторых, мы будем смотреть, кто может стать приобретателем. То есть, правительство Российской Федерации не сбрасывает с себя это обязательство. Да, оно будет смотреть, насколько это платежеспособный, добросовестный, какой, я не знаю, социально ответственный приобретатель. Насколько он лоялен к Российской Федерации, наверное. Мы себя загоняем иногда в такие игры, в которых поставлены красные флажки. И, соответственно, даже сейчас многие дискуссии идут именно в тех флажках, которые неявно поставлены, и мы не смеем выйти за их пределы. Первый вопрос, который, мне кажется, нужно было бы поставить, рассматривая целесообразность этих именно решений, а решения эти политические, не столько даже экономические, вопрос о том, а насколько вообще точно отражает капитализация, уровень капитализации Роснефти, ее реальную рыночную стоимость. Включены ли в эту капитализацию ее активы, все активы, не только работники, не только имущество, заводы, трубопроводы, соответственно, не только ее репутация, соответственно, но и, в частности, запасы, которыми она имеет право располагать. Я готов сказать, что реальная капитализация Роснефти, она бы измерялась все-таки более чем многосотни миллиардными величинами, а возможно, превосходящими и триллион долларов. Вот представьте, что эти триллион долларов были бы распределены равномерно среди всего населения Российской Федерации, которое составляет основу нашего национального достояния, и каждый бы себя ощущал акционером Роснефти. Согласитесь, это была бы немножко интересная ситуация. Ну, трудно представить, хотя очень хочется. Это технически возможно, это возможно технически, например, и согласитесь, что здесь возникают совершенно иные инвестиционные возможности. То есть, я могу продолжить дальше примеры, и вы обнаружите, что и «Газпром» на самом деле как-то по-другому. То есть, мы имеем инструмент для оценки капитализации, который называется фондовый рынок, соответствующий биржи, где котируются российские и зарубежные, где котируются акции этих компаний. И, соответственно, именно исходя из этого, так формулируется эта цена. Сказать, что эта цена справедливая, мы не можем. Сказать, что эта цена правильная, мы не можем. Более того, мы не можем сказать, что вообще справедливая оценка всего национального богатства нашей страны, которое представлено фондовым рынком. Это сильно искаженное зеркало для всей нашей экономики. Однако мы, следуя работающей модели, которую наш «Свободный народ» добровольно решил принять после 1991 года, мы, следуя этой модели, вынуждены следовать этим оценкам. То есть, мы едем по дороге, на которой стоят другие светофоры. Я могу дальше продолжить вещи, это касается не только фондового рынка, это касается нашей валютной политики, в том числе и курса рубля. Любой маломальский грамотный экономист знает, что реальный курс рубля, реально, так сказать, покупательная способность рубля иная совершенно, и она в разы меньше, чем сейчас, например. То есть, что вы можете купить на доллар, что вы можете купить на рубль, например. Плюс ведете секторальные и географические разного рода дифференциации, обнаружите иную ситуацию. Дальше мы дойдем до вопроса, а хорошо ли ведется, например, у нас политика управления золотовалютными резервами, что она означает. В дискуссиях по нынешней турбулентной ситуации это часто вспоминается, однако, опять же, мысль не доходит до своего естественного уровня глубины. Например, мы держим 8% ЗВР в золоте, на самом деле, в то время как в США эта величина в 10 раз больше, например. Если мы посчитаем решения, принятые в пользу, например, золота, серебра, других драк, металлов, а также разного типа валют, и оценим альтернативные варианты, как можно было бы сделать, то найдем десятки миллиардов долларов упущенной выгоды. Упущенной выгоды. И никакие 19% эту выгоду не решают. То есть, на самом деле, мы обнаружим колоссальные активы в нашей стране, которые не задействованы, не использованы, но это все означает, что мы тогда не понимаем структуру бенефицаров от этого нашего халатного отношения к собственному богатству. И халатность этого отношения проявляется и в отношении Роснефти, в том числе и в приватизации. Вот, мне кажется, какие вопросы поднимает эта вроде бы частная и вроде бы невинная ситуация с приватизацией Роснефти. Вроде, ну, шутка 19%. Все равно государство вроде бы останется контроль и так далее. А пойдем дальше. А каким образом государство имеет возможность управлять развитием Роснефти? Это что, каждый раз у нас только бюрократический торг? Пришел Игорь Иванович один к другому Игорю Ивановичу и доказывает, что Роснефть для развития того всего другого десятого требуется триллион другой третий. Ну, естественно, есть эксперты, Минфин, там, правительство аппарат, эксперты, хорошие эксперты на стороне Роснефти, они так доказывают, что нужно, не нужно. У нас есть общественная экспертиза этих процессов, ее нет. Значит, мы, наверное, не сомневаемся, что Игорь Иванович, один Игорь Иванович, это хороший менеджер, управленец, безусловно. Но каким образом государство управляет развитием этого национального достояния, точнее, народ в лице государства, развитием своего же народного достояния? И мы обнаружим, что, наверное, есть какие-то вопросы в этой области. Реальные вопросы. И давайте сделаем сдвиг в сторону, скажем, других предприятий или госкорпораций. И окажется, что мы рассчитываем, то есть мы предполагаем, что там находятся добросовестные и компетентные менеджеры, руководители. Некоторые из них даже обладают кусочком акций этих, так сказать, корпораций. Но уверенности, что они совершают надлежащий инновационный прогресс у нас нет. И поэтому встанет у нас вопрос, на самом деле, а каковы у нас вообще инструменты стимулирования, формирования необходимого научно-технологического профиля всей страны? И окажется, что здесь проблема. Сделаем еще углубляющий вопрос. Это известная тематика, она часто звучит в виде лозунгов и непримиримых враждеб двух полюсов, полюсу либерального или полюса государственного. Одни говорят, что за усиление роли государства, другие против либерализации. А истина-то вообще находится даже не посередине, а над ними. Потому что да, в отношении определенных секторов, в отношении определенных профилей деятельности нам необходимо, я бы сказал так, принуждение к инновациям. Принуждение. Но речь идет не о Беревском устрашении, а речь идет о реальном принуждении, которое умело делают во Франции, в Германии, в Китае, например. Для этого есть все необходимые культурные механизмы, когда все такие разработчики, конструкторы, инженеры с удовольствием и с радостью, но с пониманием мотивации будут превращать идеи в активы, активы в проекты, в проекты в ресурсы. И тогда не будет проблемы и даже смысла в этих 19%. А с другой стороны, есть такие сектора, которые нужно максимально либерализировать. Мы сейчас обросли, вся страна обросла таким количеством нормативных актов, что, назовите мне, какой процент членов совета директоров понимает отчеты, которые делают руководство. Я не уверен, что они их даже читают. Близко к нулю, потому что не понимают, а мы не читаем. Это читать вообще невозможно. Когда у нас система отчетности, мы же прекрасно понимаем, что рисуется одна картина, а в реальности что-то другое. То есть мы надеемся, что вот эти все высшие менеджеры, большие корпорации, они вот правильно понимают эту суть жизни, на самом деле. Количество потерь, которые мы несем, из-за этого только колоссально. Мы фактически радуемся развитию рынка нотариальных услуг, юридических услуг, но не понимая, что это лишь потому развивается, что есть такие социальные группы, такие страты, которым это интересно. Поэтому, знаете, создать этот ворох бесконечных регламентаций, какая профессорская аудитория разберется в регламентациях жилищно-коммунального хозяйства, не говоря о несчастных старушках. Бешеное количество бумаг требуется, чтобы доказать, что тебе уже 60 лет исполнялось, чтобы получать несчастную пенсию и так далее. То есть речь идет в этом отношении об очень мощной регламентации, не просто разговорах, как говорится, не кошмарить бизнес, добавить сюда проверки всякие и так далее. И придите к пониманию, что и не проверять нельзя, и что еще вокруг этого творится криминальности много. Поэтому дискуссию, такую грубую черно-белую рынок или государство, либерализация или наоборот такой ужесточной мобилизации, это не вся правда жизни. Все гораздо глубже и тоньше. Требуются реально и нервы, очень бычьи, как говорилось в древние времена, и требуется невероятная компетентность. А самое главное, требуется мудрость в этом разбираться и доходить до глубинных смыслов событий. А мы сейчас рванем в приватизацию. Она вообще не имеет отношения к делу, не к сути ситуации, не как-то теоретически не оправданно. А самое главное, она решает проблему социальной справедливости? Не решает. Она решает проблему экономической эффективности? Не решает. Она решает проблему безопасности? Не решает. Спасибо, Александр Иванович. На самом деле у нас довольно широко беседа разрослась. Из пустячка, да? Из вроде бы, да, пустячка 19% акций Роснефти. Ну, надеюсь, что все-таки те вопросы, которые вы поставили, и вы, ваши коллеги по изборскому клубу, и ваш институт будете предлагать правительству Российской Федерации. Уж как оно им не воспользуется? Будем посмотреть, что называется. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok